Если вы устали от банальных рецептов приготовления крылышек, тогда ловите мой топовый рецепт и он изменит все. Друзья, сегодня хочу вам показать мой рецепт приготовления крылышек вот в таком вот просто волшебном соусе. Пойдемте готовить быстрее. Сперва подготовим и замаринуем крылья. Итак, подготавливаем, разрезаем на две фаланги, а кончик убираем, он нам не понадобится. И будем мариновать. Для этого чеснок давим плоской стороной ножа и режем в произвольной форме. Маринад для крыльев у нас достаточно простой. Весь эффект будет в соусе. Соус будет в принципе из простых ингредиентов, но невероятно вкусный. Но давайте все по порядку. Итак, нарезанный чеснок отправляем крыльям, добавляем соль и соевый соус. Я добавил на килограмм крыльев 3 столовые ложки. Думаю, будет достаточно. Не думаю, я точно знаю, а то скажете, что за неуверенность. Далее перчим. И для хорошего маринада, конечно же, нужен уксус. Я добавляю рисовый. Он намного мягче, чем столовый, 9% классический. И он мне больше нравится. В принципе, он недорогой. Стоит такая бутылочка примерно 80 рублей в любом магазине. Итак, крылья хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться минимум на полчаса. А по истечению времени очищаем от чеснока, так как он в процессе приготовления обязательно у нас подгорит. И в принципе он свою функцию отработал. И осталось нам их запечь. Отправляем в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов. Примерно через 12 минут крылышки можно перевернуть, так они будут румяные с двух сторон. А пока подготовим соус. Ставим сотейник на медленный огонь. Не сделайте мою ошибку, не дайте маслу вот так вот бурлить. Старайтесь, чтобы оно вело себя более спокойно. Я просто занимался съемкой и маленько упустил это из виду. Итак, в сотейник добавляем масло, специи, томатную пасту, натертый на мелкой терке чеснок. Все хорошо перемешиваем. Выдерживаем так примерно 2-3 минуты на медленном огне. Конечно же, все ингредиенты и полный процесс приготовления будет в описании под видео. Ну вот, крылышки у нас готовы, они очень красивые и румяные. Посмотрите, какой соус очень насыщенный, имеет кисло-сладкий вкус. И в сочетании с куриным мясом он будет просто великолепен. Все хорошо перемешиваем в горячем виде. И сразу подаем к столу. Вы даже не успеете оглянуться, как ваши родные и близкие сметут это со стола в первую очередь. Друзья, если вам нравятся мои рецепты, я, конечно же, прошу вас подписаться. Ставьте лайк, пишите комментарии, пишите ваши результаты приготовления. Мне очень интересно, я все комментарии читаю и отвечаю. Ну вот, посмотрите, как это аппетитно выглядит в тарелке. Подаем на стол. Эти крылышки так же хороши, как и в горячем виде. И так, как холодная закуска. Ну как же их не попробовать на камеру?